Должна сказать, что у меня вообще с течением времени меняется отношение не только к себе самой, естественно, но я надеюсь, что это нормально, потому что я что-то о себе понимаю, каких-то больше вопросов начинаю задавать и себе, и жизни, и так далее. Но у меня меняется отношение, например, к такой абсолютно девчачьей штуке, как наряды. Я вот, честное слово, я действительно несколько раз уже говорила, что я и интроверт, и вообще, в принципе, человек, который от внимания в обычной жизни бежит. Внимание на сцене или там, когда работа, это совсем для меня другое. Вот как бы это ни странно звучало, когда артистка заявляет, что она интроверт. Ну вот так бывает иногда. Поэтому, в принципе, я в жизни всегда одевалась и стремилась к тому, чтобы быть сдержанной. Поэтому программа «Едем дома» это обычно, она и начиналась, а так и продолжается. Рубашки, майки, футболки, штаны какие-то, джинсы, брюки, ну, когда-то платьишки, если в Новый год программа снимается. И оно, это как бы, это мой стиль был по жизни. Но сейчас мне просто кажется, столько красивых вещей, и я покупаю себе красивые вещи. Например, вот это платье мне подарила моя любимая подруга. Я его сейчас надела второй раз в жизни. Первый раз я его надела, когда на нее подарила. И я от радости танцевала на стуле и говорила, посмотрите, посмотрите, какое у меня красивое платье. А потом вот я его так примерю, и вот мне кажется, ну, как-то, ну, как-то опорки, как-то много. А куда я пойду? Ой, все будут смотреть. Глупость какая. Девчонки, носите платье. Потому что, во-первых, красивых вещей много, а жизни мало. И действительно, я сейчас вообще не про бюджет говорю, совершенно не про то. Просто я вот, у меня есть платье, которое висит 20 лет, а я его, может быть, всего три раза надела, а оно такое красивое. Я вот недавно ехала в поезде и видела, как один дедушка-вьетнамец, у него было надето на голове две кепки. Я повернула к своему уже и сказала, вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья на себе, потому что все не успела переносить. Чтобы этого не случилось, надо наряжаться каждый день. Ну, конечно, давайте будем все-таки отдавать себе отчет о том, для чего, куда мы идем и так далее. Все-таки не будем перегибать банку, но все-таки, эх, да здравствуй, платьяшки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было же раньше такое понятие рижская мода, помните? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня мама как раз где-то в году 84-го, нет, наверное, 86-й привезла столько всяких модных вещей. Школьную форму мне привезла, у них была здесь уникальная школьная форма. У меня был сарафан и блузка, такой вот сплессированной юбкой. что я была я была самая модная школьница и мне разрешили носить сарафан и блузку потому что мы носили облузка юбка но все равно это же была форма советского дома но она был темно-синий то есть только ну как темно-синий белая блузка я была очень модная я согласна гулять очень приятно немножко напоминает варшаву будапешт вот это все таки восточная европа здесь это больше пронизана вот эти улицы этим состоянием чем в талини все-таки это средневековая северная европа а здесь вот такая вот восточная европа старый город это вот как раз все да гандзейские гандзейские купцы я четвертый раз честно говоря не могу сказать я его знаю потому что ну конечно по старому городу все гуляют но если бы меня наверное привести вот так вот закрыть глаза и рейбу я думаю я бы не спутала станет а вот с финисом как-то мне похоже немножко похожи похожи да такие же узкие мощеные улочки конечно погода такая суровая но что хорошо например летом прохладно а осенью вот еще и потому что море все-таки близко очень мягкий климат очень мягкий воздух и гулять просто наслаждение и дышать и воздух чистый свежий в талини бегать не знаю вообще здесь у кого-то есть информация я в прошлый раз меня возили специально бегать вдоль моря а в этот раз так как я очень у меня вчера было две самолеты я очень поздно приехал мне неудобно было люди меня так поздно встречали и просить их утром я знала что я не буду спать повезите меня бегать как-то я чуть-чуть я застеснялась а вот в отеле нету спортивного взяла и как-то рядом вот так сразу и ну я не знаю город и так не выбежишь никуда какой-то так ну нет там пара мне достаточно и одного километра в диаметре я бы бегала по кругу если был парк я например там когда врачи мире там тоже особо не побегаешь но где-то нашла горку куда-то потом парк внутри города ну там 10 кругов намотал вот и 10 километров а здесь как-то я растерялся такой все средневеку мы много конечно находили пешком ты меня не знаю какой-то пример сделаешь я хочу добить эту тему фитнес-браслет да вот сейчас я просто открываю эту программу здоровья который смартфон и так она стоит и даже устанавливать не надо он показывает он лжет ну хорошо расскажите мне я добежала сегодня уже это третья моя вот эта проходка по этому маршруту да то есть я сбегала сюда обратно и опять мы дошли забежала я вот до того серого столба значит просто математически давайте посчитаем я сделала получается 1 конец да и сделала 3 так вот в три конца он мне показывает 9 и 8 но когда я вернулась то есть когда я сделала два мне показывал 7 получается значит у меня было три с половиной и три с половиной и тогда сейчас он должен показать 10 с половиной правильно мне он показывает совершенно возмутирую цифру потому что километр я сходила нет я утром сходила до лавки и назад и сейчас может такое нет нет мы идем 40 минут я прошу заметить мы идем со скоростью 6 6 с половиной километров в час нам срочно нужны всем какие-то гаджеты а помнишь эти как они джамбол я прошел 5 километров все ты всегда больше всех проходит а вот как это возможно ты же идешь рядом с нами очень тебя вот это gps gps всем такие часы нужны какой-нибудь мы тогда тоже будем проходить мне просто меня возмущает говорит моя маша меня возмущает несправедливость наверное врут это неправильное слово погрешность бывает где-то больше это меньше у меня был период увлечения фитбитом я никуда не шагу из фитбита но как-то был удобный браслет все остальное с тех пор я ничем не пользуюсь никакими шагомерами пока мне кажется на момент возникновения шагомеров это было очень здорово потому что люди которые никогда не двигались вдруг получили подтверждение того что если они вот ну как бы об этом думают и вот держит голове эту отметку 10 тысяч шагов то они реально как бы делают эти шаги и они начинают себя лучше чувствовать и у них как бы лучше работает сердце дыхание кровь обогащается кислородом и так далее теперь мне кажется все кто на этом посидели они уже поняли что это просто ну тебе от этого хорошо не делать без гаджетов я я не могу сказать что для меня это что меня это стимулирует потому чтобы я занималась физической нагрузкой но кроме того мне обидно когда врет вот я по-прежнему возвращаюсь но мне обидно я смотрю на дорожке вот он не лежит или в телефон в кармане дорожка показывает что я побежала 11 километров почему он не говорит что это девять с половиной но на каком основании вот и вот я поэтому как-то спокойно без гаджетов мне лично легче если кто-то знает какой-то гаджет более или менее точный с минимальной погрешностью дайте знать я попробую с удовольствием а вот в риге наверное и на поле там бегать не не бегаете по по дороге для машины но ты вечер в италии ну да ну да но все равно какая-то задача бывает добежать до парка и там ну это не такие дороги но время время например ты бежишь по-русски прибежать прибегаешь на виллу боргезе здесь есть прекрасный большой межопарк лесопарк до него он тоже не так далеко побежать там где-то можно класс расскажешь бежишь по трамвайным путям по трамваю номер один в какую сторону Юля ну это с другой улицы со стороны важна побежать по трамваю вот ресторан кот про который вы сказали до коту значит риска ну да 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 они закрывают они ну давай в магазин что? что? вот и все я не могу здесь приехать я не на на благо у меня на благо у меня я не знаю че у зэ Или в кафе. Смотрите, террористы, да? Да, давайте. Как-то вы переехали, так? Ну да. Никому не сказали. Не сказали. Появились у вас футболочки хорошие? Нет. Нет. Что? Нет. 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 Я тут хочу понять. Я бы купила, конечно, даже несколько. Почему так? Почему так дорого? Скажите, а сколько эти брошки стоят? 120. Там Сваровский и, по-моему, одна была маленькая по сто. А, ну, то есть это Сваровский? Да. Все, тебе понятно, да? Местные, да, дизайнеры? Да, местные. Вот это вот одна из, такие, самые… Это шелк? Шелк, да. Здесь еще такая вот… Синие. Синие. Можно я поверю? Да, конечно. Сибирь. На футболочки пришла. Обычные. Это все, прямо… Субтитры делал DimaTorzok Я знаю, что я в этом реву, я о них думаю с вожделением, не побоюсь этого слова Но во-первых, этот магазин, еще ни разу мы отец с пустыми руками не ушли Как эти, как это? Матроски Матроски так Шли в магазин через инстаграм Здравствуйте Здравствуйте Велосипедки Аня в тренде Юбка, солнце И по цвету, и по посоле С полоской вообще очень дорогие Клеточку, смотри Небо в клеточку, друзья, в полосочку Юлю Я могу Греть чайник могу Это лискоза полезет завязать пояс в лодочке, брошь винтажную Чуть-чуть поднятое, да? Не будет вас, хорошо продает Хорошо Завязать, брошь Нет, ну слушайте, если не я расскажу про вашу одежду, да? Тогда расскажет, так и просите все-таки Потому что какие-то нюансы мы сами создаем Не знаю Хотя вообще, знаете, оно новое, что-то, знаете, и нуаровское здесь, да? И сейчас девушка говорила, что-то у тебя У меня какие-то восточные мотивы в ассоциации, да? Вот как-то рукава И оно хорошо, что вот это вот... Оно держит Ну не, прикольно Оно прикольно Можно завязать, да? Видите, у нас футболка, волк, тельняшка, рубашка и платье Да, 10-200 получается Спасибо, приятного аппетита Спасибо Нет, для чистоты эти элементы нужно все-таки посмотреть Не один магазин в Ростове, в котором мы уже были в прошлый раз туда Что-то там можно было найти Но как-то для чистоты эксперимента Нужно еще какие-то адреса проверить Но должно стоить, что приятно радует основая политика Да Не, ну серьезно, платим на 1,5 тысячи Да Которая я, это блузка за 1,5 тысячи То есть в том, что для съемок можно использовать Даже если вот как-то так два раза засветится То уже нас себя оправдала Аня Вам не нравится? Какое красивое Смотрите, вот это она детка Не нравится? Тут цвет твой Цвет твой Достаточно зелененькая И твой, и мой Самый известный в Москве У нас нет Это вы немножко не по адресу Нет? У вас все свое? Да Плащ наимкин Здравствуйте Здравствуйте Нет Нет Правильно Так вот так и надо По субботам без шампанского жить нельзя Сейчас я не говорю Секунду Вообще не субботы Мы согласны Похоже на мою Смотрите Да Красивая Здесь все у нас Красивая аромата Это в основном Вот красивая Это ваше производство А можно вот это Смотрите Или у вас только тут На манекене А можно я тогда так вот загляну Да? Можно Я могу снять А, это юбка, да? Да, это юбка Так в этом и прикосная юбка Она и должна быть юбкой Если бы то было платья слишком много Глубые Только с чем эту юбку носить? Не знаю И она на резинке опять Да, на резинке не могу Симпатичная Спасибо большое Пожалуйста Очень красиво До свидания С нами С нами Частота эксперимента продолжается Идем дальше Там, кстати, хорошие размеры были Там были такие размеры Действительно Не S, экстра S А такие нормальные Для женщин Которые Да, модные Он вообще более женственный Женственный Да, только Не пациентский Очень красиво Главное Что, во-первых Вот это, например, клипсы Найти клипсы тем людям У которых уши не проковывают Тебя, как никому Это должно быть понятно Да Это очень сложно То есть это же прям Это какая экономия времени То есть вместо того Чтобы действительно Вот если у меня нет времени Вот у меня вчера закончились съемки В Ростове Сегодня съемки в Москве Завтра съемки И вечером Открытие невинного клуба Который мы начинаем делать Лектории Невинный клуб Лектории И вот реально ехать в магазин Что-то искать У меня просто нет времени Вчера все выбрали Вчера все выбрали Сегодня вот привезли И не только одежду Но и украшения Смотри Смотри Обалдеть Смотришь, как здорово Ты видишь? Да Все какое Все Несколько Таких размеров Сейчас мы выберем Правильно И мои любимые марки О, смотри Красиво же Какая красота Обалденный цвет Смотри Правда? Скидки, кстати, очень интересные Здесь тоже было Вот так вот Слишком тут Красиво Очень красиво, да Очень красиво Ну это же не проблема, да Они быстро привозят Конечно Нет, в том-то и дело Что ты можешь поменять Абсолютно спокойно Да, черные Вообще офигенные Да И они такие Они удобные С этой юбкой Они прям так Работают хорошо Да Мне очень нравится Ну что Мне кажется Для невинного клуба Я вот так Как ты считаешь Померить брюч на костюм? Да Я считаю Надо померить Надо все померить М М не велик Надо С Да Ура Хорошие новости Ворячься Удобно, слушай По-моему Самое сложное Теперь делать вывод А что делать Когда все вещи нравятся? Я сейчас серьезно Что делать? Мне нравится еще Мне нравится И этот Этот такой Костюм Скажи Да Это очень Очень Как-то так Очень элегантно Элегантно И как-то Неожиданно И как-то Свободно Очень так Это такой Длинный пиджак И вообще Да Ну что Все готовы К радостному событию? О боже мой О боже мой Я готова Посмотри какие туфли Я хорошо подготовилась А юбка Боже Сдаю все Я все пароли Туфли Марни Никогда бы не подумала Что они так секси выглядят Но они просто Невероятные А удобная колодка Невероятная какая А это важно Юбка номер 21 Ну конечно Ну конечно Рубашка Марни Так тиковали Обалдеть И все В приложении Это вышивка Это же не приклеено Это работа Какая тонкая То есть на ткани вышивка И я подумала Что это очень хорошо Было бы с белой рубашкой И это свежо Это был как вариант Потому что я люблю Брючные костюмы Такие И мужского типа И смокинги Вообще брючные костюмы Мне нравятся Мне кажется Всегда уместно Ну это вообще Я даже Юбка карандаш Такая хитрая история Она На самом деле Чтобы она сидела хорошо Попробую В магазине 20 штук Ну я не знаю То ли повезло То ли действительно Такой подбор обалденный На этом сайте Очень радостно Что открытие Невинного клуба Проходит В легендарных стенах Московского художественного Академического театра Имени Горького Это не просто лекция Это фактически Рождение Новой платформы Это платформа Особой практикум Такой Протянутой во времени По саморазвитию По расширению знаний По расширению навыков И Немного немало Улучшению качества жизни Вот так Этот проект Который мы сетеваем Сейчас с Невинным клубом Он будет отличаться От того Где зарождалась Самая идея Невинного клуба Ну как понятно Из названия Невинный Невинный Грослоп То есть Мы думали О видолизме Он действительно Про путешествия Какие-то кулинарные В Венгрию В Италию Во Францию В Марокко Он действительно Про то Что такое вино Он действительно Про то Что такое спорт И так далее Это много всего Но вот Последнее время У меня Как мы все Разливаемся И меняется Концепция Вообще Возприятия И себя И ежедневных Каких-то вопросов Которые Я задаю Самой себе И Я как-то так Знаете Огорчилась В какой-то момент Подумав Что Вот эта идея Что жизнь Это радость Она ложная Потому что Если жизнь Состоит только Из радости Это значит Это жизнь В сумасшедшем доме Ну потому что Это значит Что мы исключаем Все что происходит По-настоящему В жизни От пробок Головной боли Ссоры С любимым Не устраивающей Меня работы Экологии Продуктов питания И так далее Ну вы меня понимаете То есть Жизнь Радость Она только В инстаграме Просто Стала Понимать Что Я не хочу Огорчаться Если вдруг Сегодня Моя жизнь Это не радость Так как Невинный клуб Он действительно Получился Таким элитарным Он не элитарным В смысле элита Лучше других Нет А в смысле Что нас мало И поэтому Можно говорить Во-первых Откровенно Во-вторых Глядя в глаза В глаза А в-третьих Можно привлекать Реальных Судомышленников Когда я начинала Работать только врачом Конечно же Мои знания И моя работа Она была в основном Сконцентрирована На материальной части То есть Как бы конкретно Сколько белков Жиров Углеводов Как пожарить Или не жарить вовсе Я чувствую себя Полным капиталистом Среди прекрасных начинаний О том просто Как зарабатывать бабки Гибнут животные Поедают пластиковые пакеты И как-то Как-то новый продавец Он так на меня смотрит И говорит Ну так это же Проблема животных Были самые базовые потребности Вот я буду рассказывать Про них А все выше Я оставлю коллегам И другим докладчикам Вот давайте Про самое прямолинение Я не очень успешен Зарабатываю мало Денег все время не хватает Или все дается тяжело И грустно Или я очень одинок Отношения Никто к ничему не ведут Нельзя заниматься Чем-то большим Великим Светлым Добрым И изменять мир Если ты боишься За собственное благополучие И за благополучие своих детей Заниматься с людьми Нужно не составом тарелки А тем Что называется Давно забытым словом Культура У вас есть трудности на работе А перерабатываете вы их За столом Вот наелись уже А проблемы Что-то не решаются Ну полегче стало конечно Или вы позвонили кому-то Для меня какой-то способ С этой Как-то более справляться Это начинать Ну понимать А что же я могу сделать Да Как же я могу людей вдохновить Здоров Не тот у кого нет проблем А тот кто умеет их решать Я очень вам признательна За этот сегодняшний вечер За это чудесное общение За ту энергию Которая от вас исходит И ребятам Замечательным И девчонкам Которые разделили Сегодня со мной Эту сцену Спасибо вам большое Спасибо Кто пришел Тарелочки где Нужны ж тарелочки Ну ладно Тарелочки это аперитив да Ну вообще понимаешь Я вообще к приему гостей Отношусь как к такому маленькому Ну я тебе скажу Ну не то чтобы спектаклю Но действовать для меня Это обязательно должен быть аперитив Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому